Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В региональном правительстве произошли кадровые изменения. Какие назначения утвердил губернатор Дмитрий Азаров? Пообщалась с подрядчиками, проверила ход работ. Глава Самары Елена Лапушкина побывала на стройплощадках ключевых объектов города. Есть ли жизнь в космосе? Самарские ученые изготовили установку, которая поможет ответить на этот вопрос. С добрыми помыслами и общей молитвой. В Самаре впервые прошел областной ифтар – традиционный вечерний прием пищи во время Рамадана у мусульман. В мире отмечают Международный день поэзии. Какие стихи читают и помнят наизусть жители областной столицы? В правительстве Самарского региона произошли кадровые изменения. Губернатор Дмитрий Азаров утвердил следующее назначение. Наталья Катина стала заместителем председателя правительства региона. Еще одним заместителем председателя правительства назначен Александр Фетисов. Александр Винников утвержден в должности заместителя председателя правительства, руководителя департамента по вопросам общественной безопасности региона. Напомним, ранее от приставки временно исполняющей обязанности избавился Армен Бинян. Он стал министром здравоохранения Самарской области. Знаковые объекты культуры и спорта в Самаре возводятся сразу в нескольких районах города. Ведется строительство планетария на проспекте Ленина, физкультурного комплекса в поселке Прибрежный, а также реконструкция Дворца культуры имени Литвинова и будущего здания театра-мастерская. На каком этапе работы сейчас оценила глава Самары Елена Лапушкина. Вместе с ней стройплощадки посетила и наша съемочная группа. Быть или не быть? Таким вопросом задается Гамлет. Ну а новой сцене в Самаре точно быть. Продолжается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия» для молодежного театра-мастерская. И именно отсюда, а здесь будет сцена, они будут показывать свои постановки зрительному залу. Ну а пока свое мастерство здесь демонстрируют лишь строители. Они завершают возведение дополнительного пристроя к зданию и установку дополнительной несущей конструкции. В ближайшее время начнут монтировать крышу над сценой, которая, по проекту, будет крутящейся, что даст дополнительные возможности для постановщиков. Как идут работы, оценила глава Самары Елена Лапушкина. Ей показали, как будет облицовано здание и какие дизайнерские решения будут использованы внутри, а также монтаж систем отопления и водоснабжения. В здании уже установлено тепловое оборудование. Достаточно температурный режим достигнут для проведения работ по отделке. Ведется монтаж оборудования ИТП, насосной. Работает практически около 60 человек на сегодняшний день по всем фронтам. Вот отделочных, монтажных работ по инженерным системам, электрике, вентиляции. Продолжается реконструкция другого знакового объекта культурной жизни города – Дворец культуры имени Литвинова. Здесь глава города также пообщалась с подрядчиками и оценила текущие работы. Специалисты занимаются прогладкой инженерных сетей, слаботочных систем освещения и электроснабжения здания. Скоро строители приступят к монтажу вентиляционных систем. Сейчас монтируем вентустановки на чердаке здания. То есть там предусмотрены специальные разгрузочные площадки для вентоборудования, чтобы не перегружать перекрытие, не давать на них нагрузку. Также глава города ознакомилась с исходом работ по строительству нового центра спортивного притяжения в поселке Прибрежный. Здесь возводят физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальной площадкой, раздевалками и дополнительными спортивными залами на втором этаже. Здесь жители смогут заниматься командными видами спорта и посещать тренажерный зал. Но когда на улице будет благоприятная погода, то они смогут поддерживать свою физическую форму и гонять мяч на свежем воздухе. Территорию вокруг ФОКа, где и будут уличные спортивные площадки, начнут приводить в порядок, как только погода позволит проводить земляные работы. А вот на другом объекте погода не влияет на темп работ. Строители Самарского планетария заливают бетонное фундаментное основание нового здания. Напомним, планетарий станет частью музея Самара Космическая. Два его этажа будут подземными. Внутри здания собираются открыть звездный зал с 18-метровым куполом и зрительскими местами. Конференц-зал, кафе, студию для изучения космонавтики и астрономии. На крышу установят телескопы. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре продолжается голосование по выбору новых объектов благоустройства. Уже более 100 тысяч жителей региона отдали свои голоса в пользу одной из предложенных общественных территорий. Напомним, что в этом году на голосование вынесен 101 объект в 10 городских округах и двух поселках городского типа. Территории преображаются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Принять участие в голосовании может любой житель России старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства в Самарской области можно до 30 апреля на сайте 63.городсреда.ру через платформу госуслуги, а также с помощью волонтеров. В рейтинговом голосовании участвуют 20 общественных пространств Самары. Территории-лидеры будут благоустроены в 2025 году. Напомним, что в Самарской области с 2019 года благоустроено 790 общественных и 1586 товаровых территорий. Реализовано 15 проектов победителей Всероссийского конкурса благоустройства. Только в прошлом году в Самарской области в голосовании приняли участие почти 420 тысяч человек. За ними будущее. Профессия учителя была и остается одной из важнейших. Именно поэтому в рамках федерального проекта «Добрые новости» прошел онлайн-лекторий «Самарский педагогический. Как мы готовим учителей будущего». Слушателями стали представители органов власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированные некоммерческие организации и лидеры общественного мнения. Подробности в сюжете Полина Челюковой. Профессия учителя – это профессия не только настоящего, но и будущего. Поэтому преподавателям важно уметь работать и в онлайн-пространстве, чтобы всегда оставаться на связи. О важности профессии и ее развитии говорили на онлайн-лектории «Самарский педагогический. Как мы готовим учителей будущего». Слушателями стали преподаватели, чиновники, члены НКО, лидеры общественного мнения. Спикерами выступили координатор федерального информационного проекта «Добрые новости» Инна Жичкина и ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина. Современный учитель, который сам ведет соцсети, который общается в соцсетях с детьми, который должен уметь это делать профессионально, причем работая не только с детьми, но и с родителями, и с коллегами, конечно, тоже должен быть в этой истории очень серьезно погружен. Поэтому мы рассматриваем это не только как, знаете, такой проект общественный, в котором мы принимаем участие, который важен с точки зрения смыслов и содержания, но и как предпрофессиональная подготовка наших студентов, будущих педагогов. Онлайн-лекторий прошел в рамках федерального проекта «Добрые новости», который проводится в Самарской области уже 13-й год. Он направлен на создание здоровой социальной среды, позитивных изменений в обществе и приобщение людей к социальной активности. Проект в этом году реализуется уже 13-й год подряд. Проект действительно масштабный. В том числе он вошел в федеральную программу празднования Года семьи, потому что «Добрые новости», конечно, рождаются в том числе из наших семей. В рамках проекта проходят четыре профессиональных конкурса – социальные рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурс юных журналистов «Юнкор», конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов. Прием заявок идет до 26 апреля. Напомним, что телеканал «Самары ГИС» неоднократно становился победителем в конкурсе «Добрые новости» в разных номинациях. Проект завершится масштабным федеральным форумом, который состоится в июне. Полина Чулякова, Петр Паломеев, События. Какие химические процессы происходят в космосе? Возможно ли образование биомолекул во Вселенной? И какова вероятность существования жизни в далекой галактике? Ответить на вопросы позволит новая разработка самарских ученых. Подробности о ней расскажем в сюжете. Экспериментальную установку, которая воспроизводит условия глубокого космоса, представили в Самарском филиале физического института имени Лебедева Российской Академии Наук. Благодаря этой установке ученые могут изучать, как протекают химические процессы во Вселенной, как образуются молекулы и какими свойствами обладают. Мы проверяем именно принципиальный момент, возможно ли образование первых биомолекул, из которых в дальнейшем формируется жизнь в космосе. Если это правда, значит, вот эти первые компоненты жизни могут быть распространены, могли быть распространены не только на Землю, но и на другие планеты. А это намного облегчает прогнозирование поиска каких-либо жизненных форм во Вселенной. В мире существуют только три такие установки. В России, Китае и США. Причем в нашей стране аналогов нет. Установка создает внутри себя условия глубокого вакуума, аналогичные космическому. Солнечное ультрафиолетовое излучение заменяет лазер. Экстремальные космические температуры достигаются за счет химических соединений, охлажденных до температуры абсолютного нуля. По словам ученых, в космосе все метаморфозы с молекулами происходят за счет реакции с космическим льдом. Эти условия и воссозданы установкой. Этот лед не состоит из воды. Он может иметь в своем составе другие молекулы – метан, моноксид углерода, аммиак. И, находясь в космосе в течение долгого времени, он постепенно получает дозы космического облучения. После чего молекулы с коронными связями пересобираются в новых конфигурациях, которые могут быть сложнее, чем прежние. Таким образом, могли образоваться молекулы, из которых впоследствии возникла жизнь на Земле. На разработку установки ушло три года. Получить ответ на главный во Вселенной вопрос «Есть ли жизнь в космосе?» ученые планируют уже в этом году. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Далее коротко о других темах дня. Подросткам от 14 до 18 лет запретят открывать счета в банках без согласия родителей или усыновителей. Такой законопроект одобрило правительство. Кроме того, кредитные организации будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков. Сейчас кредитные организации отказываются это делать, ссылаясь на банковскую тайну. Поэтому многие родители даже не знают, что их дети завели себе пластиковые карты и как-то их используют. По словам аналитиков, это приводит к увеличению инцидентов, связанных с вовлечением несовершеннолетних в различные криминальные схемы. Россияне все чаще отказываются от наличных денег. Объем таких средств в общей массе упал на 17% за последние 9 месяцев. В розничной торговле и услугах доля безналичных платежей достигла 83%. По словам экспертов, в периоды экономической нестабильности фиксируется запас наличности в любых странах, особенно в условиях низких депозитных ставок. Также действуют и другие факторы введения налога на проценты по вкладам в высокие риски кибермошенничества. Государственная Дума приняла поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс об увеличении порогового размера сумм преступлений в сфере экономической деятельности. Об этом говорится на сайте Нижней Палаты парламента. В частности, в статье о мошенничестве значительным ущербом будет признаваться сумма, превышающая 250 тысяч рублей, крупным размером 4,5 миллиона, особо крупным размером 18 миллионов рублей. Говоря о причинах увеличения порогового ущерба, авторы законопроекта заявили, что это необходимо из-за инфляции, ведь их размеры длительное время никак не индексировались. В одном из сел Челновершинского района сотрудники полиции с помощью служебной собаки задержали многодетную мать, которую обвиняют в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщили в прислужбе областного главка полиции. Во время обыска собака указала на погреб, где в результате нашли и изъяли наркотические средства. По словам задержанной, она их употребляла в качестве лечения от хронической болезни. Суд назначил обвиняемые наказание в виде условного лишения свободы на один год с испытательным сроком также на год. В Самарской области свыше 110 тысяч сотрудников предприятий прошли диспансеризацию на рабочих местах. Об этом сообщили в региональном правительстве. Медосмотр помогает выявить заболевания на ранних стадиях, сердечно-сосудистые и онкологические болезни. Профилактическими осмотрами и диспансеризацией в этом году планируют охватить на 345 тысяч человек больше, чем в прошлом. В Самаре впервые прошел областной ифтар – разговение постящихся мусульман в течение священного месяца Рамадан. В это время верующие воздерживаются от приема пищи и питья от рассвета до захода солнца. Поприветствовать гостей приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона вручил благодарственные письма руководителям мусульманских общественных организаций и объединений Самарской области. О том, как это было, расскажет Ксения Баканова. С добрыми помыслами и общей молитвой. В Самаре впервые прошел областной ифтар – традиционный вечерний прием пищи у мусульман во время Рамадана. В этот священный месяц верующие строго соблюдают пост, пытаются разобраться в себе, контролируют чувства и эмоции. Когда духовно составляющий есть, человек очищается от негатива, который у него есть, понимает то, что надо помочь ближнему в каком-то виде, либо в виде материальной помощи, либо моральной помощи. И человек уже по-другому начинает осмысливать жизнь. Во время Рамадана мусульманам запрещено принимать пищу в светлое время суток. Умышленно и без причинно нарушать правила нельзя. Это самый большой грех. Солнце село, а значит, пора приступать к трапезе. Но торопиться не стоит. Сперва вечерняя молитва. Она называется намаз. И только после этого ритуала начинается праздник живота. Сначала лучше съесть финики и выпить немного воды. И только после переходить к основному блюду. На десерт принято подавать национальную выпечку, сладости и фрукты. По словам верующих, соблюдать правила им только в радость. Наоборот, хорошо, легче становится. Вообще, в жизни хочется. В любом случае, пост – это посвящение Богу. Но и так же ты себя как-то держишь в тонусе. Это тоже очень хорошо целый месяц поменять режим питания. На стадионе «Самара-арена» собрались люди разных национальностей и вероисповеданий. Мусульман поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это впервые проводится в истории Самарской области. Я хочу искренне поблагодарить духовное управление мусульман за такую инициативу. Мне кажется, это по-настоящему здорово, когда люди собираются вместе для того, чтобы, конечно же, поддержать друг друга, объединить свои усилия. И, конечно же, подумать о самых важных делах, свершениях, подумать о своей душе, обратиться к Всевышнему. Я здесь для того, чтобы выразить вам свое уважение. Глава региона вручил благодарственные письма руководителям мусульманских общественных организаций и объединений Самарской области. Губернатор поблагодарил всех за вклад в развитие региона, сохранение традиций, проведение патриотических мероприятий и работу с молодежью. А как вы думаете, какие мероприятия они объединяют? Конечно, обязательно. Тут же все национальности, не только одна какая-то. А все мусульманы они объединяют, поэтому да, это хорошо. Очень вкусно. На весь город. Да, то, что всякие викторины были, то, что губернатор пришел, это тоже очень приятно. Пост продлится до 9 апреля, а уже в ночь на 10 число верующие отметят праздник разговения «Ураза Байрам». Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре прошла творческая встреча с актером театра на Таганке Сергеем Ушаковым, а также актерами и художественным руководителем драматического театра «Грань» Денисом Бакурадзе. Зрители узнали о коллаборации двух театров и задали артистам интересующие вопросы. Подробности в нашем сюжете. Самарские зрители встретились с актерами и художественным руководителем Новокуйбышевского театра «Грань» и приглашенным гостем Сергеем Ушаковым. Артист начинал свою карьеру в родном Екатеринбурге, а с 2010 года выступает в Московском театре на Таганке. Там он исполняет роль отца в спектакле «Старший сын». И ту же самую роль Сергей сыграл в постановке «Грани». Ты знаешь материал, ты работаешь со своими артистами уже много лет в театре на Таганке, и вдруг ты приезжаешь и то же самое должен говорить только совершенно с другими артистами. То есть у меня как у папы по роли, другие дети, у меня другие соседи, у меня другой якобы мой сын, его друг. И это, конечно, очень волнительно, но это только поддержка актеров «Грани», она просто выручала. Спектакль «Старший сын» Денис Бакурадзе сначала поставил на Бакуйбышевске, затем с московскими актерами на Таганке. В итоге сейчас пьеса идет параллельно на двух сценах, а актеры могут иногда заменять друг друга. Ранее в Новокуйбышевск приезжали Василий Урьевский и Филипп Котов, а на московской сцене сыграла актриса театра «Грань» Юлия Бакурадзе. Столичный театр, известный очень театр, театр на Таганке. И маленьком, да, маленьком-то таком региональном, провинциальном, можно сказать, городе Новокуйбышевске, да, даже не в столице региона существует театр. И вот такая дружба, где совершенно нету кто первый, кто второй, кто лучше, кто хуже, где есть понимание и дружба. Это вот есть то самое стирание границ. Если есть творчество внутри, если оно есть по сути, то оно не имеет никаких границ. На творческой встрече актеры подробнее рассказали о коллаборации театров и ответили на вопросы своих зрителей. За самые необычные гостям подарили книги. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События. Сегодня, 21 марта, отмечается Всемирный день поэзии. Этот праздник установили в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В день поэзии открывают свою дверь и проводят различные мероприятия, библиотеки, литературные музеи. Проходят поэтические концерты и марафоны, где все желающие могут прочитать стихи известных поэтов. Наши корреспонденты узнали, какие стихи читают и помнят наизусть жители Самары. Некоторые решили поделиться и собственным творчеством. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. И так далее. Осип Эмильевич Мандельштам. Я буду метаться по табору улицы темной, за веткой черемухи в черной резорной карете, за капором снега, за вечным, за мельничным шумом. Я только запомнила каштановых прядей осечки, придумленных горечью. Нет, с муравьиной кислинкой. От них на губах остается янтарная сухость. Сегодня сидишь, вот сердце в железе, день еще выгонишь, может быть, из-за ругав. В мутный передний долго не влезет, сломанная дрожью рука в руках. Выбегу тело в улицу, брошу я дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Давай простимся сейчас. Тот не считается красивым, в ком нет душевной красоты. Смеялись розы над крапивой, кривя карминовые рты. Подумаешь, какая цаць, сказала ей одна из роз. Кому нужно-то разобраться? А на меня огромный спрос. Я людям радость приносила и на груди не втвела. В ответ ответила крапива. А я людей в войну кормила и тем довольной была. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. О, Волга, колыбель моя, Любил ли кто тебя, как я, Один по отренней росе, Когда все в мире спит, Я убегал к родной реке. Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы разъяси играя, Грохочет в небе голубом. Я сам пишу стихи О весне и о вечном любви. Каким бы ни казался разнообразным мир, Есть в нем и постоянство, Вокруг него весь пир. И если я ошибся, поправь меня, Мой друг. Любовь всему причина, Вокруг нее весь круг. Вот формула успеха И краха жития, Причина всех падений И взлетов бытия. Далее вас ждет обзор Телеграм-каналов Городской администрации И профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня На своих информационных площадках. Стартовал региональный этап конкурса Лучший военно-патриотический клуб В рамках общественного проекта Приволжского федерального округа Герои Отечества. Цель проекта вовлечения Представителей гражданского общества В мероприятие патриотической направленности Сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны А также противодействия попыткам фальсификации истории Сообщает телеграм-канал Городской администрации Вести с Дворянской. Телеграм-канал Департамента экономического развития, Инвестиций и торговли Самары Информирует, какие изменения Появились в обновлении приложения Госуслуги.дом. В новой версии приложения Доработана система авторизации И теперь пользователи будут испытывать Меньше сложностей Со входом в приложение Добавлена возможность выбирать банк При оплате по СБП Платить без комиссии стало проще Произошло обновление реестра Благодаря чему ситуация С отображением недвижимости У пользователей должна улучшиться Уже видим много положительных отзывов С 1 по 30 апреля На территории Самарской области Пройдет традиционный месячник По благоустройству, озеленению И улучшению внешнего облика района Запланирован комплекс работ По сбору зимних накоплений Ручному подбору мусора Покраске бортового камня Ремонту и покраске урн Силами управляющих компаний ТСЖ и подрядных организаций Будут проводиться работы По ворошению снега Дорожными службами Будут проводиться работы По откачке талых вод С низинных мест И участков Которые не оснащены Ливневой канализацией Всех участников Средников и субботников Обеспечат инвентарем И расходными материалами Графики работ Будут формироваться И корректироваться С учетом погодных условий Пишет телеграм-канал Красногринского района На этом выпуск подошел к концу Продолжайте следить за новостями На официальном сайте Самаргиз В нашем телеграм-канале На страничках В Одноклассниках И ВКонтакте Выпуски программы Смотрите на видеохостингах И в социальных сетях До свидания Всего вам доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»